Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаево-Черкесия. С вами Руслан Куркмазов и Светлана Шаганова. В республику пришло кредитное счастье. Потребительские проценты снизились до 3,8. И мы расскажем, где такие дешевые кредиты можно взять. Начинаем, поехали! Руслан Куркмазов и Светлана Шаганова Что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. В Карачаево-Черкесии в понедельник и во вторник произойдет кредитное счастье по 3,8%. Такими дешевыми потребительские кредиты еще не были. Но об этом чуть позже. Сейчас о прививках от коронавируса. Министр здравоохранения Карачаева-Черкесии Казим Шаманов рассказал телеканалу «Россия-1» о том, кому уже сегодня сделали эти прививки. И на очереди сам министр. Когда по плану карачаево-черкесское население будет прививаться? Первую часть вакцины мы уже получили, но это идут постклинические испытания. На ком испытываете? На медработниках. У нас есть добровольцы? Конечно. А это правда, что им 140 тысяч платят за добровольность? Нет. Бесплатно? Нет, конечно. Конечно. Постклинические испытания, вакцины по всей России идут. Небольшие дозы во все регионы России поступили. Сколько у нас медработников, таких добровольцев? И что ими движет? Ну, вы знаете, тут вот как-то угрожающе звучит, что ими движет. А что должно человека остановить? Если уже несколько, первый, второй, третий этап испытаний прошел, уже несколько десятков тысяч человек привили. И результаты на государственном уровне объявили, что результаты положительные. Что противопоказания, те, что они прописали, какие есть противопоказания, что есть, что осложнение нет. Конечно, да, нету отдаленных результатов. Вот это может настораживать. Но на сегодняшний день того, что человека должно остановить и не делать прививку, тем более медработники, которые постоянно под угрозой заболеют. А сколько таких добровольцев, если не секрет? Вы знаете, вот сколько будет вакцины, столько и будет добровольцев. Я так думаю. А сейчас сколько их? Ну, сейчас пока немного вакцины. Сейчас у нас 42 дозы. 42 человека есть. Вот мы их будем прививать. В том числе, наверное, вот я сделал прививку сейчас от гриппа. И эту вакцину можно или одновременно, надо было делать обе прививки. В один день? Да, в один момент даже. Или с разницей в месяц. Вот сейчас месяц пройдет после прививки. Как я сделал грипп, конечно, я себе сделаю прививку от коронавируса. Это будет публично, чтобы люди поверили? Если это интересно, я сделаю это публично. Давайте на камеру. Конечно, да, если кому-то интересно, сделаем на камеру. Да, чтобы поверили. Хорошо. А сейчас будем повышать иммунитет. Красная икра, Тихиокеанская очавыча поднимают и настроение, и иммунитет. А иммунитет надо сохранять в тепле. А тепло нам дают... Норковые шубки. О рыбно-меховой ярмарке наш подробный репортаж. Кстати, сегодня в субботу эти ярмарки ждут всех жителей Карачао-Черкесии. И мы со Светой тоже туда пойдем. На этой неделе поспешите не в аптеку, а на рыбную ярмарку. Ведь лучшее лекарство для укрепления иммунитета – это хорошая рыба и красная икра. Рыбаки Камчатки снова приехали в Черкесск. И поэтому все дороги ведут в центр предпринимателя. И вот они – дары Тихого океана. Всего хочется по чуть-чуть и сразу. И все же у кого какие предпочтения. Глаза покупателей устремляются на царицу лососевых – чавычу. Палтус тоже знаменит своими полезными свойствами. Палтус, насколько он очень жирный и вкусный, но он считается диетической рыбой. Это очень полезно для кишечника. Много рыб до 30 наименований. Новинки у нас есть – кальмары, щупальцы, кальмары фамидии, сельд и васи. Это все с Камчатки, это все с Дальнего Востока. Все очень полезно и вкусно. А у кого повышенный холестерин, тут на помощь придет белорыбеца. Калорийность в ней не так уж и велика. Но в белорыбеце все необходимые витамины и микроэлементы. Рекомендуется употреблять при заболеваниях щитовидной железы. Также снижается риск инфарктов. Впервые на ярмарке – мидии, кальмары, осьминоги. Здесь самая настоящая Тихоокеанская сельдь. Дикая рыба-голец, обитающая только в реках Камчатки. Байкальский омуль вяленый. Выстроились в шеренгу и консервы. Самые настоящие, которые продавались еще в далеком Советском Союзе. Ну и безусловно, красная королева рыбной ярмарки – это икра. Вы знаете, такой вкусной икры я еще не ела. Кстати, в период пандемии – это то, что нужно. Наисвежайшая красная икра. Она укрепляет суставы, снижает вес. Одним словом, красная икра – эликсир красоты и долголетия. Икра у нас есть, чавычи, киты, есть форелевая икра. Вся икра очень полезна. Тем более сейчас, как у нас очень много вирусов, гриппа. Это очень полезно. Дары Камчатки порадуют всех гурманов. А если вы не любитель рыбы, то вам тоже необходимо прийти на рыбную ярмарку. Попробовав однажды, вы непременно полюбите богатство морей и укрепите свое здоровье. Особенно сейчас, в период коронавирусной инфекции. Мы рады видеть покупателей города Черкеска. Это любимый наш город. Мы сюда с удовольствием приезжаем и ждем наших покупателей. Вкуснейшая камчатская рыба ждет жителей Карачаево-Черкесии в городе Черкесске с западной стороны в доме предпринимателя. Рядом с республиканской стоматологией. А шубы с восточной стороны тоже в доме предпринимателя. Но об этом уже расскажет Руслан Куркмазов. Это восточный вход в дом предпринимателя, где можно купить шубы сегодня даже на стипендию. Шубная ярмарка «Снежка» из Кирова открылась в Карачаево-Черкесии. Меховая фабрика «Снежка» привезла в Карачаево-Черкесию новые модели шуб. Теперь можно радоваться и вот такой вот бело-розовой шубке. Ну да, это получается шуба в светлом мехе, длина у которой идет 100-110 сантиметров. То есть на средний женский рост это получается за коленочкой, то есть ближе к середине икры. Шуба уже идет не только поперечной раскладки, но она идет продольная, а уже отделка идет поперечной раскладки. И конечно же возникает вопрос, а почем нынче шубы? И на этот вопрос есть два ответа. Ноль рублей, ноль процентов. Таковы выгодные условия рассрочки. Мы прекрасно понимаем, что не каждый человек может приобрести норковую шубу, сразу оплатив всю сумму. Именно поэтому у нас есть рассрочка. Рассрочка идет без первоначального взноса, абсолютно без переплат. Срок рассрочки до трех лет, нужен только паспорт. И все-таки пройдемся по ценникам. Но если взять ее в рассрочку, то у вас получится 3 500 в месяц. Всего лишь? Да, абсолютно любой человек может позволить себе подобный платеж. Даже меньше трети прожиточного минимума. В принципе, да. А для студентов цены еще ниже. Ну вот это именно укороченный вариантик, что очень любят молодежь. Она получается 1800 в месяц. Такая рассрочка. Да, без первоначального взноса, без переплат. Имеется точно такой же чип, который соответствует данной шубе. И уже ценник получается именно для молодежи. Соответственно, и платеж получается для молодежи 1800 в месяц. На стипендию можно купить? Можно, можно даже на стипендию. Получив шубу в рассрочку за 0% и без первоначального взноса, приятные ощущения от мехового счастья на этом не заканчиваются. И это не все. При этом мы еще подарим вам бесовый жилет, либо чернобурковый жилет. Абсолютно подарок. Уже сегодня первая меховая жилетка стала подарком. Вчера вечером в эфире Радио России мы устроили праздник меха. У нас сегодня очень хорошее настроение. Почему? Потому что мы сегодня будем разыгрывать. Замечательный меховой жилет. Просто передать привет и попытаться выиграть меховую жилетку. И приветы посыпались со всей республики. И он передает привет своей любимой супруге Алине. Целый час мехового марафона. И вот сегодня мы объявляем победителя. На меховой ярмарке Снежка свой подарок получила очаровательная жительница из Козелкалой, где Радио России можно слушать на 103FM. Итак, сегодня меховое счастье у Фариды Семеновой. От всей души поздравляем нашего победителя. Поздравляем вас еще и с днем рождения. С удовольствием вручаем вам красивый песцовый тепленький жилет. Давайте наденем. Теперь вы в любой мороз всегда будете в тепле. Такой же красивой, такой же юной, еще и в тепле. Поздравляем. Фарид, а ты счастлива? Конечно. Ты ожидала только подарок? Нет. Меховая ярмарка Снежка в Доме предпринимателей ждет очаровательных жительниц Карачаева Черкесии каждый день по 27 сентября. Рассрочка без переплат и подарки. И осень будет согрета мехами. Руслан Куркмазов, Светлана Шаганова и Роберт Джигутанов. Ярмарочные вести Карачаева Черкесия. Сегодня мы поздравляем Фариду Семенову с днем рождения и с тем, что она стала студенткой-фармацевтом. И, конечно же, с чудесным меховым подарком. Да, от Кировской фабрики Снежка. Теперь Фариде будет и приятно, и тепло. И эта песня, Фарида, звучит для вас и всех красавиц из Кызылкалы. А после мы расскажем, где можно получить кредитное счастье в Карачаевой Черкесии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В понедельник и во вторник в Карачаевой Черкесии будет кредитное счастье. Кому нужно много-много денег по 3,8% годовых? Такие кредиты выдает Государственный Промсвязьбанк. Этот банк обслуживает оборонную промышленность России, поэтому в банке много денег. В Карачаевой Черкесии Промсвязьбанк работает в Черкесии по улице Пушкинская, 71. Там же, где ранее был Связьбанк, тур увеличился до Промсвязьбанка. В республике этим банком руководят Юрий Доттаев и Фатима Хубиева. Кому нужны кредиты от 700 тысяч рублей по 3,8% срочно в понедельник? Идите! Нет, бегите в Промсвязьбанк! Вас будет ждать кредитный специалист Курман Ижаев. Промсвязьбанки выдадут дешевые кредиты по 3,8% и на рефинансирование кредитов в других банках. Таким мы сделали это полезное и бодрое утро. Приятной вам субботы и до новых волнующих встреч! Пока-пока! Пока-пока! Так, идем за рыбой на ярмарку, за шубой и в понедельник Промсвязьбанк за кредитами. Пошли! Субтитры подогнал «Симон»!